Договорились, что разные контейнера попробуем. От евроконтейнеров оцинкованных, самых дорогих крышками, до металлических контейнеров без крышек на колесиках. Таким образом, у нас в этом списке и получилось, что седьмая школа евроконтейнера оцинкованы на колесиках. Потом у нас два пластиковых, это на березовой роще устанавливаем туда с крышками. И еще две площадки металлические, без крышек на колесиках. Это тоже допускается, потому что у нас с вами все площадки обозначены с крышами. Потому что без крышек тоже они могут существовать, но при этом должна быть на ограждении тогда крыша. Пока вот так, четыре площадки. И мы специально, когда публиковали этот список, разделили по аукционам, а вот контейнерные площадки вынесли в примечание и написали по результату экономии средств. Сегодня экономия средств сложилась. И я знаю, что информацией подготовки самого аукциона на контейнеры занимается УГХ. Светлана Валентиновна, ну и две территории в городе, где больше всего вопросов, жители уже там поднимают шум и жалуются, и подписи собирают. Это вот первый адрес, который вы уже только что обозначили. Почему люди, оказалось, что не знают о том, что рядом с их домом будет эта мусорная площадка? Я понимаю, что, так скажем, наверное, не знаю по какой причине, мы настолько часто уже публикуем информацию. Я не знаю, почему они не знают о том, что. Но вы же понимаете, это муниципальная территория. Согласно законодательству, в законе как написано, орган местного самоуправления проводит согласование с региональным оператором и с Роспотребнадзором. И обязательно после согласования формируем реестр. Все это сделано. Реестр опубликован. На сайте вот с первого дня, как только первая площадка появилась в городе, появился и реестр. Все опубликовано. И эти площадки, вот если 10 микрорайон это новая площадка и новый реестр, так скажем, в который мы ее включили, то 36И это давно выполненная работа, давно проведенное согласование. То есть эта площадка ждала просто реализации. И все. Вы понимаете, что там бабушки, они не смотрят никакие реестры. Они надеялись, что им объяснят. Я вчера с ними встречалась и в этой части попыталась объяснить, что вот эта территория, она муниципальная. И соблюдены нормы по разрыву между жилыми домами, детскими площадками и все такое. Вопрос был по магазину продовольственному. И вопрос был о том, что площадку при обсуждении, речь шла о том, что ее построят с другой стороны дома. Нет, нет. Она никакого отношения к привокзальному, про то, что говорили, что мы там рассмотрим, пока речи не шло. Не привокзальный. По привокзальному. Площадка эта совсем не та, которую они считают обсуждаемой. Это вот в район 38-го дома, где раньше стояла площадка. Ну, с другой стороны этого же дома, с другой стороны. Это не та площадка. Это, они были, вот эта неутвержденная была площадка. Это тоже будет площадка. Конечно. Я не знаю, будет ли она там и согласуют ли ее в Росреестр, пока мы согласование там не получали. Сегодня просто меняется вообще, в принципе, ситуация и подходы к установке площадок, мест, накопления ТКО. Речь идет о том, что, так скажем, так нас поправило и Министерство экологии. Такие запросы мы на сегодняшний день сделали для того, чтобы увеличить количество площадок подраздельный мусор. Санпин говорит, что это 8 метров от жилых домов. Поэтому имеем прекрасную возможность разместить на всех территориях многоквартирных домов площадки подраздельный сбор мусора. Это наше будущее. Это наше будущее. Поэтому на сегодняшний день мы сейчас ждем работу управляющих компаний по предоставлению нам мест, где эти места. Но мы уже заказали 200 контейнеров, 400 мы заказали, 200 на муниципальные территории, а 200 мы взяли для размещения, сделали заказ через Министерство экологии, для размещения таких контейнеров на территориях многоквартирных домов. Это федеральные средства для раздельного сбора отходов.